Девушки отдыхают Девушки отдыхают И сегодня у нас Человек-паук Нет пути домой Ну а спонсорами этого ролика Можете выступить вы Во-первых, всеми возможными способами Вы можете повысить его популярность Чтобы продавить алгоритмы Ютуба, так скажем Которые в последние месяцы практически перестали продвигать ролики Вы можете поделиться этим видео В соцсетях, поставить лайк Написать комментарий Во-вторых, вы можете стать подписчиком моего Бусти, где за скромную плату Вы можете смотреть такие вот ролики Раньше остальных А еще есть возможность, что ваше имя будет размещено в конце таких вот видео А еще вас будет ждать эксклюзивный контент Последнего пока не так много Но я планирую что-то вообще такое изобрести для своих Еще я открыл Патреон Для владельцев иностранных карт А то меня просили это сделать А еще вы можете подписаться на мой Телеграм На Телеграм новостной Про кино и поп-культуру На группу ВК О кино У меня очень хорошая группа ВКонтакте А также мой Яндекс Дзен Все ссылки в описании И приятного просмотра Настоящее имя Человека-паука Питер Паркер Фильм стартует с напоминания не о предыдущей картине А о сцене после титров предыдущей ленты Ну помните то, что все вспоминали гораздо чаще, чем сам фильм За кадром во время демонстрации логотипов уже разворачивается драма Некий Джей Джона Джеймисон Ладно, ладно, тот самый Джей Джона Джеймисон В исполнении актера Джейки и Симмонса Орет прямо с дисплея Тайм-сквер Подать мне Человека-паука Орет о том, кто такой Питер Паркер Да что это? Да, это он, Питер Паркер Какой-то непонятный хрен с бугра С какого-то непонятного провокационного сайта Лепит какую-то непроверенную инфу Конечно, давайте сразу его на все дисплеи Тайм-сквер выводить Во все каналы и эфиры запускать А между прочим, не все так однозначно Всей правды мы не узнаем Запустили, понимаешь, с этим мистерио-фабрику фейков Вы посмотрите на них Это здание, это фейк Это улица Это фейк Это машина Никакой он не герой, а враг общества номер один Вообще-то странно, что это прям такая громкая новость в мире Где еженедельно случаются супергеройские разборки Прилетают пришельцы, потом их отменяют А на небе регулярно творится какая-то дичь То вот это, то вот это, а то вот это Учитывая, что перед нами мир, где почти никто не делает никакой тайны из супергеройской личности Люди поименно знают каждого Мстителя Ну почти каждого А сериал начинается вот с этого Я железный человек Сенсации то, что Паук это некий школьник Питер Паркер Ну вообще не должно становиться А тут прям в секунду такой хайп поднялся Будто Уилл Смит Крису Року еще раз зарядил по роже Минуту назад до МД никому и дела не было Хотя она с Пауком прискакала вместе Но теперь ее все вдруг обступили Откуда-то вертолетов понагнали меньше чем за минуту буквально Там у нас какая-то хрень в океане вылезла, похожая на гигантского робота Кому это интересно? Срочно все вертолеты к подростку-акробату в спандексе Это Кент Брокман с прямым репортажем из вертолета Арни Пая Уверяю вас, это необычная дорожная сводка Чувак! 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 Прости пожалуйста, ну как мне? Паркер, Сэм, Джей допрыгивают до дома Странно, говорили, что домой нет пути Дорогой постановщик Джон Уоттс А вам не кажется, что шутка с неожиданным оголением Паркера Как-то чересчур часто повторяется в ваших фильмах? Нельзя же так вламываться! Мой пирог с индейкой кажется немного пригорел Накинь что-нибудь Не-не-не-не-не-не-не-не-не! Я думал тут туалет Все, не так как выглядит Ох ты чур! Я ничего не видел! Если у вас с тем, что в комнату в интимный момент кто-то не вовремя вошел Связана какая-то личная история То самое время отпустить! Джимми! Зашла пожелать спокойной ночи! Да-да, тебе тоже, мама! Дай поцелую! Ой, здрасте! Ты, наверное, МД? Ну надо же! А мне как приятно! Ты что, плакал? Оказалось, что Хэппи Джон Фавро и тетя Мэй, Мариса Томэй, как раз расставались А тут Питер со своими вертолетами Да торбитесь! От своих телефонов хоть на 5 минут! Я поговорить хочу о ваших отношениях! Питер? Это у нас? Это же ваш дом? Сейчас я спущусь на особой упряжи 6 канала для эксклюзивного интервью За паучка берутся местные, типа федералы, отдел ликвидации последствий Но, как бы они не запугивали паука, паутинника и его друзей не так-то просто расколоть Зачем вам рисковать своим будущим, связываясь с особо опасным преступником? В его преступной деятельности ты выступаешь главным сообщником Чувак, у тебя что, арахнофобия или что? Ты что так обозлился-то на него, а? Вам было доверено воспитание мальчишки, вы в сущности заменяли ему мать И при этом не только не запрещали рисковать жизнью, но поощряли это Ну вот, что бывает, когда надолго выбываешь из игры Фильмы сами себя начинают критиковать Короче, паука и друзей отмазывает Мэтт Мёрдок Роль которого исполнил Чарли Кокс Который до этого в сериале «Сорвиголова» от Нетфликс противников на кулак наматывал Как это вы так? Это ж какой силой надо обладать, чтобы вот так кирпич швырнуть? Капитан Трибушет? Человек-катапульта? Супер-прораб? Я не знаю, в Марвел куда ни плюнь попадешь в супергероя Я прекрасный адвокат Поэтому сильно не удивляйтесь, когда по счету будете платить Короче, семейство Паркер переезжает к Хэппи Привет, дубина Жизнь нашей знаменитости портится Повсюду его встречают недовольные люди Ему приходится наблюдать срач комментаторов в реальности В школе, где мы формируем героев Или убить Замолчи Служить тебе для нас огромная честь Это стыд Ну прям миниатюра я и мои предки Только мы так о политике спорим В общем, фильм вполне неплохо справляется с тем, чтобы продемонстрировать весь дискомфорт чрезмерного внимания к скромной персоне Паркера Думаете, Бритни Спирс легко было? Нет, вот и Паркеру нелегко А ведь он даже с Мадонной не целовался и на лысо не брился Ну ладно, тут я маху дал Лучшему другу Неду Джейк Баталон и паучьей девушке Мишель Джонс Зиндая Зиндея Да, все время путаю Теперь еще и Уотсон Не везет так же, как и ему Блин, а вам не кажется, что режиссер Джон Уотс Беспалево так свое имя вписал в сюжет? Мишель Джонс Уотсон Он всегда мечтал быть знойной юной красоткой, которая снимается в кино с самыми горячими молодыми актерами Голливуда? Сегодня на нашей терапии мы многое узнаем о Джоне Уотсе Короче, друзьям паука тоже достается Массачусетский технологически отказывает всей троице в поступлении Что достаточно странно, учитывая, что Питт знаменитость, по сути, с которой все же сняли обвинение Позвонил бы Пеппер, вдруг у него какие связи имеются, да и Хэппи вроде не последний человек Такая знаменитость это дополнительное внимание и даже, возможно, дополнительное финансирование от меценатов Но, видимо, дирекция Массачусетского склонна больше любить DC Кстати, о DC Подъем засчитан А кто хочет узнать о настоящей дружбе, тем я рекомендую свою новую книгу Один паук, два сердца Масса крутых приключений Советую! Забавно, что у Тони Риволори, который сыграл Флэша Томпсона, конфликтовали съемочные графики И почти все свои реплики он отыграл отдельно от остальных на фоне хромакейного экрана Или просто в пустых декорациях Ладно, я, пожалуй, пойду, а то там намечается туса для поступивших Соболезную Отказ института становится последней каплей И паук решает обратиться к местному Гудвину О, великий Гудвин, дай мне мозги! Хоть капельку ума Неудобно вас беспокоить, сэр, но... Брось, мы с тобой пол вселенной вместе спасли Так что, сэра, можешь отбросить Ладно, Стивен Лишних мозгов у Гудвина, то есть у Стивена Стрэнджа, Бенедик Кэмбербэтч не оказалось Свои он тоже где-то оставил, видимо, в другом костюме, ну либо же в другом фильме Поэтому они сразу отправились колдовать Хотя Вонг их предупреждал Прошу тебя, только не заклинание Это слишком опасно Ладно, не буду Однако это было в трейлере В фильме сцену изменили в пользу Стрэнджа Теперь он тут не выглядит совсем уж дебилом, который решил поиграть с мирозданием ради азорства Короче, Стрэндж вспоминает про руны Кумквата Кувкола Куколда Кувкола? Кока-кола Короче, руны забвения А Вонг, в отличии от трейлера, и не против даже? Ну, перестань, Вонг Мало, что ли, он вытерпел? Я ни при чем, учти Ладно Питер с Гудвином идут колдовать Стрэндж читает лекцию, вместо того, чтобы обсудить, что конкретно необходимо Паркеру Храм построен на перекрестке потоков космической энергии А в 80-х тут снимали отличное кино про ведьму Стивен, да вам бы экскурсии вести? Вы не думали сменить карьеру? К магии, судя по всему, вас подпускать не стоило Ну, как бы, понимаете, если бы они на берегу договорились, что и кто должен позабыть, то сюжета бы не случилось в принципе Фильм хоть и исправил шаловливый идиотизм Стрэнджа из трейлеров, явно под давлением критики, которая полилась после трейлера, опять же Но все равно Стрэндж не избавился от скудоумия Он стал задавать вопросы Питеру только после того, как все нахрен сломалось Я думать не умею Сейчас весь мир забудет, что Питер Паркер это Человек-паук Ну ведь можно же было заранее все обсудить Весь мир забудет о том, что ты Человек-паук, за исключением подружки Дети Мэй еще должны помнить Питер, ты мне позволишь колдовать? А я знаю, как решить вашу проблему, господа Пусть все забудут не то, что Питер Паркер это Человек-паук Пусть все забудут, кто такой Мистерио и что он совместно с Джеймисоном там наговорил Вуаля! Ну ладно, достаточно будет того, чтобы все забыли, что он там наболтал И тогда Питер, по большому счету, вернулся бы вот в эту точку Мозги! Мозги! Вам нужно всем пожелать у Гудвином мозги! Рэй! Мозги! Лорыч Рэй! Промозги! И все, кто раньше знал, что я Человек-паук, тоже пусть помнят! Тут многие утверждают, что Паркер напортачил сам в этом фильме А потом сам же расхлебывал, как и в прошлых лентах Тома Холланда Мол, ничего нового! Я в корне не согласен с этим Напортачил тут прежде всего Стивен Паркер не волшебник Он не знал о последствиях Стивен с ним ничего не обсудил И давай там своими руками в воздухе крутить всякие искрячиеся штуковины из воздуха лепить Паркер мог бы пожестче приложить Стрэнджа Хер ли он такой беспечный? Но вместо этого получает нагоняй от самого Стрэнджа То есть ты даже не догадался позвонить в колледж перед тем, как просить меня устроить всему миру полоскание мозгов? Это как бы попытка сохранить хорошую мину при плохой игре Кстати, Кевин Файги внезапно подтвердил фанатскую теорию о том, что заклинание сломалось как раз в тот момент, когда Сильви убила Канга или того, кто остается Сори за спойлер, но вина Стрэнджа очевидно есть и с этим не поспоришь Надеюсь, что он будет наказан в мультивселенной безумия Спойлер опять же нет, вообще никак не будет за это наказан Ха-ха, ему все сойдет с рук Ладно, Паркер отправляется к первой своей большой экшн-сцене в этом фильме Отправляется он, ну, в поисках проректора, с которым необходимо поговорить, чтобы его и его друзей вновь приняли в институт, ну, ну вы поняли Да Мелочишки не выручите Однако, Питеру не удается закончить разговор, поскольку настала пора для первого сюрприза Который, а, не является ни для кого сюрпризом, поскольку трейлеры И, б, на самом деле это и не первый сюрприз, но про Чарли Кокса к этому моменту все уже позабыли Здравствуй, Питер Здорово, отец На одном из радиоэфиров Чарли Кокс рассказал, как тайком пробрался на показ фильма вскоре после его выхода Решился он на это после того, как его племянник прислал ему видео, в котором публика сходит с ума от его камео Однако Коксу не так повезло, на его сеансе в зале царила гробовая тишина Мощь солнца в моих руках Мощь фансервиса в наших руках, говорили Кевин Файги и Эми Паскаль А представляете человека, который не видел другие фильмы про Человека-паука Однако начал смотреть Паука только в рамках киновселенной Я уверен, были такие Здравствуй, Питер Ха, погодите, а я помню этого чувака Это не этот тип кинул Индиану Джонса в пещере Адьо, сеньор На Лепса чем-то похож О, Джанго Джанго Питер, это я Кинетический песочек Хе-хе-хе-хе-хе О, а это из парк юрского периода А, ну, про этого я мемы в интернете видел Гоблин вроде, да? О, сделайте, пожалуйста, одолжение Покиньте нахрен зал Посмотрите все фильмы про пауков И не мешайте нормальным фанатам 14 раз наслаждаться фильмом Языди Это че, я из другой вселенной? Здорово, зайвал Помню, как первый раз показали Отто Все восторгались тем, что Альфред Малина неплохо сохранился Нет, он, конечно, выглядит вполне достойно, спору нет Однако тут все же поработали мастера по CGI Омолодив ему внешность Вообще, если говорить об этой экшн-сцене То она сделана весьма интересно Это сложная компоновка реальных съемок и компьютерной графики Причем графика используется в достаточно неожиданных местах Так же, как и реальные съемки Например, тело Отто в большинстве кадров с битвой Заменили полностью на компьютерное Оставив только голову Хотя Альфреда таскали на специальной платформе по съемочной площадке Щупальца в этом фильме, в отличие от Человека-паука 2, полностью воспроизведены при помощи CGI На съемочной площадке противостояние Холланда и Малина выглядело комично Поскольку им обоим надо было изображать свои суперспособности Том Холланд, кстати, в большей степени сам исполнял акробатические трюки Хотя его также, по сути, заменили на графон в большинстве сцен Но неожиданно машины крушили вполне по-настоящему Ради секундных кадров продумали кучу сложных трюков О чем кинематографисты с большой гордостью рассказывают в промо-роликах Например, вот этот момент вполне мог бы обойтись нарисованной на постпродакшене дверью Но они сделали это с реальной автомобильной дверью, продумав механизм, который отстреливает ее вместе с движением актера Бой Паркера и Отто Октавиуса, конечно, и в подметке не годится тому культовому сражению из Человека-паука 2 Но все равно сделано весьма достойно Кроме того, этот бой очень остроумно заканчивается Питер своим нанотехнологичным костюмом производства Старка просто берет под контроль щупальца Отто Который почему-то решил забрать себе кусок костюма Паркера Это ведь такая охрененно хорошая идея, да, Отто? Хотя трудно обвинить в глупости мужика, который на сцене ведет себя вот так Итак, Питер одерживает победу над мужиком, заблудившимся между фильмами Но тут... Погоди минуточку, что за неувязка такая? Откуда ты мог знать, что Гоблин это Осборн? Если даже его сынок об этом был не в курсе То есть ты все это время знал, кем был отец Хэри Общался с ним, брал его деньги на свои разработки, но не сказал при этом ему, да? Позор, Отто Выясняется, что Октавиус и Гоблин там не одни Стрэндж успел поймать ящера, которого держат в темноте, чтобы не палить, насколько подурнел его CGI Надо оговориться, что качество спецэффектов в этом фильме весьма неровное По некоторой информации, работа над фильмом велась чуть ли не до дня премьеры Этот фильм сложен прежде всего на юридическом уровне Столько договоренностей надо было достигнуть Стольким людям надо было угодить Тут и Соня со своей киновселенной Тут и договоренности по пауку Тут и производство сопутствующей продукции Тут и необходимость вписаться в канву Марвел с этими расщеплениями вселенных Доходило до того, что создатели фильма до последнего не знали, откуда у Паркера взялся черный костюм Который уже анонсирован был в линейке игрушек Не можете отстирать свой суперкостюм? Попробуйте порошок выкинуть Просто выверните наизнанку В конце концов, как говорил великий Стэн Ли Надел наоборот И снова человек Трусов круговорот Да здравствует На век Да, были отсняты сцены с черным костюмом И только потом было придумано, что это вывернутый наизнанку красно-черный костюм облитый краской И костюм буквально заменили уже на постпродакшене Да, это графика Та же история с финальным костюмом Паркера Это тоже графика Никто во время съемок не знал, как будет выглядеть финальный вариант костюма То же самое с Коннорсом Ящера почему-то хотели сделать совершенно другим, более похожим на свой комиксный вариант Вот первые концепты Но потом решили, что попросту не смогут объяснить такие изменения Из-за таких вот неувязок качество графики везде разнится Ящеру досталось больше всех Он выглядит хуже всех, как мне кажется Хотя они тут явно поспорят с песочным мужиком Заклинание, которое ты запорол Вместо того, чтобы всех заставить забыть, что Питер Паркер, Человек-паук Теперь тащит любого, кто об этом знает, из всех прочих вселенных Сюда, в нашу с тобой Вы пока что обнаружили ноль нарушителей из других вселенных Откончайте Вот с этим безобразием Вот вы сейчас таким тоном отдаете команды Хотя всему виной ваше заклинание То есть вы сами Ты ж моя умничка Хоть кто-то ему это сказал А то ишь ты Решил спихнуть в себя ответственность На пацана переложить Ах, большая сила Это большая Впрочем, в этой вселенной эту фразу еще никто не произносил Паучок отправляется ловить злодеев и встречает Чувак Дабстеп уже не в моде И давно А вот Электро все-таки сделали похожим на героя из комиксов И заодно упростили себе работу Ему просто добавили объяснение, что мол Немного не та энергия И всем стало легче дышать во время съемок Особенно доволен был Джейми Фокс Ему теперь не приходилось гримироваться по полдня Вообще, повторять все ухищрения и тонкости при работе над злодеями из других фильмов Было бы слишком сложно и дорого Больше всего создатели фильма тратили усилий, чтобы сделать щупальца Отто Судя по репортажам со съемок И то от Альфреда Малина в итоге осталась лишь голова Хочу напомнить, что у Рэйми в некоторых сценах щупальца были самыми, что ни на есть реальными Электро упростили, сделав похожим на человека А вот ящера и песочного человека наоборот решили сделать полностью при помощи графики Чтобы не мучиться со сложными комбинированными съемками, которые применялись при работе над предыдущими пауками И, видимо, чтобы сэкономить на гонорарах, естественно Официальной инфы нет, почему решили сделать именно так Но моя версия звучит очень правдеподобно Всему виной Томас Хейден Чорч и Ирис Иванс только озвучили своих персонажей Их было проще сделать полностью из графики Все равно они были задействованы в основном только в анимированных сценах экшена А чтобы CGI не казался слишком палевным И чтобы, опять же, упростить работу Песочный человек не принимает свой человеческий облик Ну, кроме финала, но там это тоже CGI Ребята, вы мне не помогаете! Верно говорят, надел наизнанку шмотки Бит им будешь Паука спасает песочный человек А тот в благодарность запирает обоих пришельцев в подземных камерах Стрэнджа Но да Норман же Осборн избавляется от главной вещи Которая мешала воспринимать Гоблина всерьез Мы всегда будем вместе Я не знаю, кому пришла эта светлая идея в голову Освободить мимику Уильяма Дефо от глупой маски Но это лучшее решение за фильм С самого первого фильма маска и костюм Зеленого Гоблина подвергались критике Некоторые называли образ Гоблина из фильма Сэма Рэйми Высокотехнологичной экшн-фигуркой с раскрытой пастью Вот что сказал Дефо Нью-Йорк Таймс Цитата Дефо согласился вновь играть эту роль только при условии, что он сам будет исполнять трюки, какие возможно И он честно их отработал Чуваку, между прочим, 66 лет Свое желание Дефо объяснил тем, что он не хочет возвращения персонажа для галочки Не хочет быть обычным камео Он хочет подарить зрителям всего себя И физическое участие важно для образа Уильям Дефо настолько расстарался, что сумел затмить даже главный номер фильма в виде двух дополнительных пауков Уильям Дефо это настоящая жемчужина этой картины Главный антагонист и лучший зеленый гоблин навсегда И какое ж преступление было скрывать мимику Дефо за маской Я венец твоих творений Ты же всегда жаждал именно этого Власть А знаете, как за секунду обосновать смену костюма уже в следующей сцене? Спасибо за чистку Счастливо! Да, у Мэй ведь там супергеройская прачечная, а не приют Она легко способна почистить технологичные шмотки Паркера Да и за что опыт, если понадобится? Итак, все злодеи в сборе Тетя Мэй заряжает мотивацией Питера Паркера Мы их вернем туда Отправим домой, так всем будет лучше Лучше им? Или удобнее тебе? Злодеи переговариваются Стрэндж прибегает с какой-то коробкой, которая отменяет магию Тут стоит притормозить и попытаться разобраться в этом хитроумном сценарном клубке Выясняется, что не только Отто знает, что Норман это зеленый гоблин, но и Это было во всех новостях Зеленый гоблин был пронзен своим собственным глайдером То есть, если предположить, что троица гоблин-осминог-песочник явилась из фильма Рэйми Как и пытается убедить нас фильм То получается, что Хэри в своем сюжете оказался самым неосведомленным человеком в городе? Или все-таки эти трое прибыли из другой версии фильмов Рэйми? Дальше выясняется, что всех перенесло в эту вселенную по какой-то неведомой причине в момент гибели Они оба погибли, сражаясь с пауком Я крепко взял его за горло, а дальше ощутился здесь Я все просчитал, стал превращаться в сгусток чистой энергии, а затем, затем Ой, черт, нельзя их возвращать, рано Они там умрут сразу же Это их судьба, Паркер Они бы погибли Правильно поступил Но вообще-то только двое из этой компашки умерли в битве с пауком И то гоблин погиб фактически от своих рук Чисто технически паук убил только электро, устроив тому перегруз Отто пожертвовал собой ради спасения города То есть Отто просто необходимо умереть, чтобы его изобретение не уничтожило город, а возможно и планету И паук в его смерти невиновен Я не умру монстром Песочный человек получил прощение И ящер остался жив в конце, причем был превращен в человека, помечен в тюремную камеру Короче, сомнительный повод мешать волшебнику вернуть их всех домой, если покопаться Но согласитесь, если бы паук был мотивирован тем, что электро 100% умрет, насчет остальных ХЗ, то это было бы слабо в контексте сюжета Фильму просто необходимо было повысить ставки К тому же картина и не утверждала, что все погибнут Или что всех обязательно переместило в момент гибели Персонажи сами сделали такой вывод Паркер понял это так, а Стрэндж с ним тупо согласился Хитрожопый сценарий просто опустил детали Если немного исправить ваши дефекты, то когда вы вернетесь, все будет иначе Может вы и не погибнете, сражаясь с Человеком-пауком А вот это как должно было, простите, предотвратить их гибель в своих мирах? Неясно Отто один хрен должен пожертвовать собой Или они вернутся не в то же самое время? Или как вообще? Хотя киновселенная сама себе запретила путешествие во времени вроде как Может быть Отто вернется не в тот самый момент, когда должен умереть? Тогда получается, что Отто вернется в уничтоженный Нью-Йорк И третьей части о пауке не случится? Я не знаю, как это должно работать вообще Заклинание, которое ты запорол, вместо того, чтобы всех заставить забыть, что Питер Паркер, Человек-паук, теперь тащит любого, кто об этом знает, из всех прочих вселенных, сюда, в нашу с тобой Только оно работает, уж как-то крайне избирательно А где Гоблин-младше? Знал Питера Паркера, знал, что тот Человек-паук, умер Подходит по всем условиям Джеймс Франко запятнал свою репутацию Да и в картине уже есть Гоблин Где Гоблин Дэйна Дэхана? Он никому не понравился Да и повторюсь, в этой картине уже есть Гоблин Где Эдди Брок и Веном? Ну вот они-то как раз есть в этом фильме Да, заклинание, видимо, просто перепутало и прислало Венома с Эдди Броком, который не в курсе, кто такой Паук А этого Венома послало нахрен, потому что он никому не понравился, даже Сэму Рэйми А между прочим, Электро не знал, кто такой Питер Паркер и что он и есть Человек-паук Чего он-то тут делает? Это несправедливо Да и почему только злодеи? Где Гвен Стейси? Она тоже подходит по всем параметрам Какая же упущенная возможность, на мой взгляд Или что, никто не захотел заставлять Эндрю Гарфилда вновь плакать? Короче, вывод Заклинания тут работают так, как удобно продюсерам и сценаристам Ну, так же, как работали все Камни Бесконечности Которые приобретали новые свойства Чуть ли не в каждой новой сцене Заклинания имеют только видимость логики Они достаточно условны И правила их работы достаточно легко меняются И посмотрев Морбиуса Мы в этом убедились Да, тамошние сцены после титров Оставляют, ну, просто гору вопросов Вывод номер два В сюжете полно дыр, которые позволяют фильму случиться А так же позволяют поднять ставки Так, чтобы обосновать мотивы Питера Паркера Который, поддавшись на уговоры тети Мэй Решает излечить преступников Как будто это что-то изменит, когда они вернутся Я ведь и сам своего рода ученый Да, звучит неловко Но поверьте, зал орал в этот момент Чтобы спасти, в кавычках, злодеев Питер сначала избавляется от мага Довольно нелепым, но забавным образом Поняли, детишки? Необходимо хорошо учиться в школе Не курить На мостовой не играть Да, мистер Человек-паук Счастливо Кстати, поезд и паук вновь встретились Он тоже прибыл из какой-то вселенной? Думаю, Сони стоит посвятить поезду отдельный сольник И включить его в состав зловещей шестерки Студия Сони представляет Новый фильм паучьей вселенной Поездата Еще не могу не упомянуть вот эту сцену Где демонстрируется работа паучьего чутья Даже когда из Питера вышибли астральное тело Очень круто, что вокруг головы Паркера Появились волнистые линии Так в комиксах иллюстрировалось паучье чутье Не вздумай Больно Стрэндж в этом фильме лошара Косячит и сваливает все на пацана Да еще и так нелепо сливает Паркеру схватку Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, Стивен Плохо, Стивен Плохо, Стивен Ты буквально в следующем своем фильме Такую лютую дичь творишь А тут мы вновь отправим тебя на детские утренники Где тебе самое место Да, на этот скетч фильм тоже раза два отсылался Что тут, детский утренник? Кто этот клоун? Как это ты так? Детей много развлекал Питер привел своих новых друзей на квартиру к Хэппи Там они собираются поиграть со старковскими игрушками Что примечательно, друзей он не берет, мотивируя это Со мной опасно, забудьте, вы и так уже столько сделали Питер, мы же все заодно Да кто спорит, конечно, но я ничего не смогу, зная, что вы в опасности Но тетушкиной безопасностью, видимо, можно пренебречь Как бы уже тут можно догадаться, к чему все идет Детишек из сюжета мы пока на время выгоним А тетушку, которая где-то в приюте прачечную организовала Чисто не взначай сюда в клинем Совесть заела, что так используем дома Хэппи Да, маму, из-за него не волнуйся А, ты про квартиру волнуешься А тетка пусть, конечно, побудет в компании четырех мужиков со сверхспособностями И одного ящера, грустящего в машине Напомнила мне Короля Акул, кстати Но у Короля Акул была хотя бы сюжетная арка Брось! Не лезь со своими школьными опытами! Короче, Октавиуса чинят Над остальными тоже работают Но тут внезапно срабатывает паучье чутье и Какая замечательная вещь Это твое чутье Норман? Норман, ничего, отпускай, детишки Дефо начинает божить Вы просто на него посмотрите Говорят на небесах Только и разговоры, что Об актерской игре Уильяма Дефо Короче, все катится к чертям Гоблин избивает Паркера так, что полы трещат и стены крушатся Казалось бы, именно в этот момент и стоило послать смс МД Если что, пришлю смс-ку, ты просто нажмешь здесь и все закончится И их отсюда выкинь С тобой мы тебя не отпустим одного У Паука было достаточно времени это сделать Тетка под угрозой Злодеи разбегаются Вот здесь вот можно было воспользоваться паузой и отправить смс Ну а почему вообще он не держит связь с ними постоянно, как делал до этого? Он так доверяет этой компашке? Да вы взгляните на этого мужика Я бы ему даже свое пиво не доверил подержать Но нет, держать связь постоянно с теми, кто может легко всех злодеев уничтожить Это, конечно, неудобно фильму и сценаристам И это все-таки случается История Паука Тома Холланда, которая до этого буквально как огня боялась становиться серьезной и драматичной Страшилась испугать своего беззаботного зрителя Даря за два предыдущих фильма всего 40 минут настоящего Человека-паука Внезапно обостряет ситуацию настолько, что у многих зрителей буквально в этот момент пропадает до речи Твоя слабость, Питер, высокая мораль Она тебя душит Норман был прав У него от тебя эта отвратительная слабость И сыграно, и поставлено эта сцена совершенно великолепна Очень жаль, что из-за ограничений Ютуба, связанных с правами Я не могу тут воспроизвести этот момент полностью Но не забываем, что это придирчивый обзор Мэй так мощно приложил глайдер Удивительно, что на ней почти не видно повреждений Просто откуда-то кровь херачит, но подростковый рейтинг не позволяет показать откуда Охо, это просто бутылка гренадина разбилась в кармане, ну да Только не показывайте это Нурлану Сабурову, а то он опять не в попад начнет шутить про месячные После взрыва Мэй довольно бодро встала и побежала к Питеру В какой-то момент была даже мысль, что все с ней обойдется Она довольно долго с ним трепалась и наконец-то сказала знаковую для Паука фразу Запомни, Питер, большая сила накладывает большую ответственность И тут как будто бы режиссер сказал Ну все, все нужные слова сказаны, можно умирать Сейчас только я дышусь Мэй умирает красивой киношной смертью Том Холланд отыгрывает на 5 с плюсом Саундтрек начинает с грустным пафосом завывать Постановщик нагнетает ситуацию, высаживая туда еще и спецназ, который обстреливает Паркера Даже ранит его, но про это ранение все забудут в следующей сцене уже Пригоняет туда до кучи совсем несчастного Хэппи В общем, вся почва для того, чтобы лить слезы Да-да, я тут так цинично описываю эту сцену Но на самом деле я в кинотеатре Рыдал как сучка И это не преувеличение Обломки, разрушения Все случилось на ваших глазах Так, все Фильм, переставай быть таким крутым еще и с кинематографической точки зрения Ты же был просто набором фан-сервиса Так, по крайней мере, тебе все недовольные комментаторы в интернетах пишут Что за херня? Что случилось? Не надо так близко к сердцу слова Скорцеза воспринимать Так, надо как-то разрядить обстановку Эм-Джей и Нед смотрят новости Пока тишина Ну вот, разрядили чуток атмосферу Возвращаемся к иронии Все, я нажму И режиссер такой Вот только попробуй У нас еще главный сюрприз впереди Ну давай, рискни здоровьем Раньше-то почему не нажала, а? А теперь все, все Кино уже дальше пошло Да, она все еще не нажала кнопку Даже после просмотра новостей Это никого не должно удивлять Ведь фильм иначе закончился бы А как ему закончится в тот момент Когда у Неда просыпается внезапно колдовской дар и... Я не волшебник, я только учусь Слушайте, я намеренно уже добавил аплодисменты, поскольку Когда смотришь это дома один То все эти крутые моменты взрывного, без сомнения, фансервиса Ну просто убиваются долгими неловкими паузами Просто случайный чувак Здрасте Эмм, ничего, что я вошел к вам сквозь эту... Ой, уже закрылось Ладно Охренеть, как это круто Тоби, Эндрю, рад вас снова видеть Охота величать от восторга, но я все же постараюсь держать себя в руках при виде этих двоих Во многих кинозалах по всему миру в эти моменты с людьми случалась настоящая истерика Даже у нас, где обычно не принято демонстрировать эмоции, сидя в кинотеатре Ведь это не рок-концерт в конце концов Пауков встречали аплодисментами Так приятно смотреть на этих двоих А еще отрадней читать потом новости о том, что эта парочка сдружилась и ходила на сеанс своего фильма вместе Слушайте, а че на двух пауках-то остановились? В фильме явно не хватает того японского паука, вот он бы всем задал Паучка Тома Холланда находят там, где они тусили Сэм Джей Пауки постарше проводят разъяснительную работу с младшеньким Мстя, мол, это плохо, ничем хорошим не закончится Тетка хотела бы, чтобы Питер завершил начатое Чувак, до конца фильма еще далеко, мы тоже хотим поучаствовать в экшене Фанаты будут величать от восторга, поверь нам Еще сказала, что большая сила Это большая ответственность Чего? Откуда ты знаешь? Дядя Бен сказал А вот ты врешь! Тебе дядя Бен ничего такого не говорил Ходил вокруг да около, но напрямую этих слов так и не сказал Сони перезапускали тогда паука, поэтому пытались в деталях не повторяться Хотя в остальном выдали почти полную копирку Если ты хоть чем-то можешь помочь людям, твой нравственный долг сделать это Понимаешь, что это значит? Это не выбор Это обязанность В результате разговора Питеры Эм... Питеры Буду называть их лучше Паркерами Решают наколхозить лечебные для злодеев устройства, видимо, в школьной лаборатории Обожаю вселенную Марвел Тут любая проблема решается А то, что в одном фильме непреодолимая преграда В другом жалкий заборчик, через который можно переступить Или незначительная такая мелочь, про которую можно в принципе забыть Итак, вечер псевдонауки объявляется открытым Питер! Да? А, извини, ты в смысле... Этот? То есть? Просто Питер А кто тут? А что, кто-то сложный? Питер... О, да! Экранизация мемов в ходу! Вообще, проще сразу скакать по элементам фан-сервиса Теперь тут, по сути, только они Вечные проблемы с подружками Есть девушка? Нет Времени нет Побыть просто Питером Паркером Так что... Мем с пауками, которые тычут пальцами друг в друга Нед, который обещает не быть суперзлодеем Хотя в комиксах он таким станет Я обещаю Я не превращусь в суперзлодея На тебя не нападу Органическая паутина И веб-шутеры Из тебя стреляют? Да А ты так не можешь? Не могу Боли в спине Тоби Магуайра Моя спина Моя спина Да, хорошо Полегчало? Еще как Другое дело Ага Снова органическая паутина и веб-шутеры А также сравнение с реальным пауком А ты только из запястья стреляешь? Или еще? Из каких-нибудь других мест? Только... Только из запястья Ребята буквально затрагивают все фанатские споры из интернета Хвастаются тем, как и с какими злодеями они дрались Человек-паук, ты удивительный You are amazing Дубляж бессовестно просрал эту фразу Ты великолепен Хорошо, я понял Ну-ка скажи Ну ты сказал, я и так тебе верю Хотя что он мог ему сказать в нашем дубляже? У нас-то он новый Человек-паук С пришельцем? И мне довелось И в космосе, и на земле Мой был фиолетовый Я с пришельцем не бился Прям завидую Вот что в космосе за это респект Блин, как родные эти Паркеры Я бы просто сидел и слушал их разговоры И все, и прямо вот Хорошо Короче, план такой Заманить злодеев к статую свободы У которой ищет Капитана Америки теперь Излечить гадов И отправить по домам Первая стычка оказывается неудачной Из-за жуткой нескоординированной работы Паркер Холланда говорит, что был в составе Мстителей А значит, умеет работать в команде Ты крут! Спасибо! Что это? У вас нет Мстителей, что ли? Это что? Музыкальная группа? Это бесподобно, ну серьезно Ну что, я буду первый, ты второй? Я второй Ну, я третий Ну, понеслась, готовы? Нет, нет Все не так Питер 1 это Тоби Гарфилд это Питер 2 Холланд это Питер 3 Много на себя берешь, приятель Короче, экшен, экшен, экшен Тут случается очередной нердгазм Тут сцена уж больно напоминает Самое лучшее камео Стэна Ли Пауки начинают побеждать и Лицо хорошее у тебя Такое детское Знаете, наблюдая за Гарфилдом в костюме Могу сказать, что у него самые интересные движения На самом деле, очень хочется увидеть Третьего удивительного Человека-паука Фильм «Нет пути домой» пробудил в фанатах Такую невероятную любовь к его интерпретации паука Какой у него не было никогда после его дилогии Ну я думал, ты темнокожий Извини, что нет Ладно, не извиняйся Наверняка и Чёрный Человек-паук где-то есть Отсылка к Майлзу Моралесу Фансервис просто бьет, как из Брансбойда Ну а другой Питер говорит с Ото Октавиусом Который внезапно явился, чтобы помочь И где его только черти носили всё это время? Ха, как живёшь? Побеждаю лень И вроде всё идёт хорошо Доктор Стрэндж вновь врывается в повествование Я впечатлён тем, что ты сумел им всем дать второй шанс Но... Пора заканчивать Всё Но Гоблин всё портит Вызывая катаклизм вселенского масштаба И роняя Эм Джей Я помню, что этот момент вообще все теоретики предсказывали Даже я в Твиттере предположил, что её должен поймать Гарфилд Это просто идеальное закольцовывание Сюжетные дыры, сценарные условности Всё идёт нахер Это абсолютно не важно Просто потому, что вот это происходит на экране Если Сони теперь не воспользуются такой гигантской любовью к Пауку Гарфилда Если они не сумеют договориться с Марвел И как-то подружить параллельные франшизы Которые вполне могут теперь самостоятельно обчищать кошельки поклонников Паука То это будет гигантская ошибка с их стороны Этот фильм открывает для них столько возможностей Что не воспользоваться ими было бы попросту глупо А что там Сони анонсирует? Эль Муэрта И да Этот чувак в комиксах-то три раза появлялся Похлопайте, похлопайте с сарказмом Нет, это слишком искренне помедленней Именно так Дальше еще одна сильнейшая сцена На мой взгляд, одна из самых эмоциональных сцен во всем сериале Марвел Бой Паука и Гоблина Никакого сражения в духе Пауэррэйнджерс, как в первом фильме Рэйми Мы видим мощь обоих Приссонажи дерутся без масок, чтобы можно было увидеть их лица Холланд тут тоже выкладывается на полную И в какой-то момент даже можно поверить, что Паук таки его убьет Но это лицо Теперь понятно, почему он стал самым мемным Человеком-пауком Тоби и в этом фильме умудрился состроить такую мину Что пробирает до мурашек Это лицо тоже должно стать мемом, если не уже Таким осуждающим мемом Хочешь съесть последний капкейк? Хочешь переспать с девушкой друга? Хочешь устроить войну в соседней стране? Да что не так опять с паучьим чутьем? Ну не волнуйтесь, Питер в порядке Жить буду, не первый раз проткнули Ну это как-то слабовато на мой взгляд Какой-то пустой драматический поворот Я не знаю, можно хотя бы было Мага попросить его излечить? Какой-то непонятный мув совершенно, направленный только на то Чтобы зрители сделали И все Но создатели же не идиоты Паука Тоби убивать Им бы этого не простили Они прорываются к нам и мне их не остановить Должен быть какой-то выход Может наколдуете, как в первый раз? Единственный способ, чтобы другие злодеи Очертания которых мы видим в разрывах Не прорвались Это еще одно заклинание Которое сотрет вообще у всех память о том Кто такой Питер Паркер И при первом просмотре Я было подумал, что заклинание повторяет то Какое было сначала Но нет Это заклинание вообще стирает память о Питере Паркере И судя по всему не только в этой вселенной Но и во всех прочих Опять же работает оно так, как захотят сценаристы и продюсеры Подробности его работы нам никто не объясняет Стирает ли заклинание память вообще обо всех Питерах Паркерах в других вселенных Или только об этом конкретном Помнит ли о Питере государство Остались ли фотографии, видеозаписи и прочие свидетельства того Что Паркер вообще-то обучался в этой школе И вообще существовал Сохранилась ли вот эта стена славы Да и собственно Почему конкретно в это заклинание Также нельзя внести какие-то уточнения Чтобы хотя бы Энджей и Нед его помнили Раз подобное раньше можно было Решили не рисковать И чтобы наверняка Или это было бы не так красиво Вы оба забудете меня Что? Как это? Почему забудем? Паук Тома Холланда впервые делает настоящий паучий поступок Ну буквально как по канону Ну ладно не впервые В первом фильме он тоже что-то подобное делал Но все-таки масштабы разнятся Он жертвует собой ради остального мира Это красиво Это абсолютно в духе персонажа Этот поступок превращает этого паука В героя, которым можно восхищаться и гордиться Да, мозгов все еще не прибавилось Но в рамках этого сюжета им можно гордиться Я люблю тебя А когда Гартфилд вам эти же слова сказал Вы не сказали ему того же в ответ Я люблю вас Спасибо Ну вот Испортил момент Давайте продолжать Простите, не удержался Но мне надо найти Надо Сэнджей Я Спасибо, спасибо, спасибо Ах, да что же вы делаете с моим сердцем Сволочи Давай колдун Колдуй уже Я все еще не понимаю Как их избавление от суперспособностей Должно было им помочь непосредственно В моменты гибели Если следовать логике этой картины Надо учиться, детка И я такой хочу Да, Уиллу Смиту такая забывалка пригодилась бы Ну, герой на его месте снял бы маску И показал бы, кто он на самом деле Потому что только трус скрывает свою личность Я считаю также большим упущением То, что фильм почти никак не поработал С персонажем Джей Джона Джеймисона Он тут ни разу не пошутил С ним не было ни одной забавной ситуации Он примечателен только тем фактом Что его тоже играет Симмонс И все Так-то совершенно проходной персонаж Который и в подметке не годится тому Джеймисону Который был у Рэйми Хоть бы что-нибудь забавное ему написали Ну, что это такое вообще? Питер решает оставить амнезию своей возлюбленной Потому что любит и боится за нее Нужно же в следующих фильмах иные романтические отношения завести, а? Сугубо на пользу сюжета Я вот Питера ни в чем таком не подозреваю, нет Я уже предвижу в следующих фильмах сцену воссоединения Где Эм Джей ему леща прописывает за то, что не вернул ей память Это ж Марвел Тут любая проблема легко решается в другом фильме В следующей серии окажется, что магическая амнезия легко лечится Ну, либо Мишель сама вычислит Паркера как-нибудь Сони уже ждет Зиндею для следующего фильма То есть она 100% появится в следующей картине про паука Откуда знал ее? Через Человека-паука Кладбище и Человек-паук Это тоже чуть ли не обязательное сочетание Пересмотрите все фильмы Вы обнаружите, что Человек-паук довольно часто тусит на кладбище Даже Майлз Моралес Ага Завершается фильм тем, как Паркер снимает себе жилье Не хватает разве что мистера Дитковича Что, плата? Шьет себе новые шмотки На этот раз самостоятельно А кроме того, эти новые шмотки Еще и копия самого первого костюма Паука из комиксов И фильм завершается на довольно приятной ноте После анимированных титров Есть весьма глупая сцена В которой появляется Веном и Эдди Брок В исполнении Тома Харди В своем послетитровом путешествии В кинематографическую вселенную Марвел Оставляет частичку симбиота И как бы пропадает А после вообще всех титров Тизер Доктора Стрэнджа В мультивселенной безумия От Сэма Рэйми Но это будет темой другого видео Погнали голышом купаться Нет, голышом мы купаться не будем Куда? А заплатить? Что в итоге? А в итоге мы имеем отличный фильм про Человека-паука Который дарит небывалый кинотеатральный опыт просмотра У картины дофига всяких условностей, несостыковок и откровенных дыр Но фильм от этого не перестает быть образцовым киноаттракционом И чудесной лентой о пауке Как это ни странно, этот фильм доказывает, что экшен, визуал, музыка Это не главное, что заставляет зрителя покупать билет в кино Люди в Марвел понимают, что индустрия переживает разделение на кинотеатральные релизы И домашние релизы на стримингах А значит, взаимодействие с поклонниками в кинотеатрах необходимо вывести на качественно новый уровень И я не имею в виду всякую коммерческую лабуду, пиар и деятельность в интернете Это все тоже хорошо выстроено Я имею в виду то, как фильм уже в кинотеатре взаимодействует со зрителем Вовлекая того в процесс Все, кто занимается продвижением фильмов, знают Чтобы привлечь аудиторию, необходимо создать из фильма события Марвеловцы изначально завоевали успех именно потому, что сумели создать события Масштабный супергеройский кроссовер Мстители Но зритель пресыщается, ставки поднимаются Теперь, зная, на что способны фильмы Марвел после Войны Бесконечности и Финала Зрители требуют большего и от рядовых промежуточных картин И если посмотреть внимательно на планы студии То можно обнаружить, что марвеловцы не собираются разочаровывать своих поклонников Их фильмы-события должны нести небывалый опыт посещения кинотеатров Необходимо использовать весь потенциал кинотеатрального просмотра Необходимо сделать зрителей частью кино Я не раз обращал внимание на то, что при просмотре Дома паучьего кроссовера Обнаруживается какая-то неловкость Он не кажется таким впечатляющим праздником, каким казался при просмотре в кинотеатре Просто набор фансервиса с какими-то паузами, неловкими шутками, не самым продуманным сюжетом Он, безусловно, крут в отдельных моментах, но далеко не всегда А люди, которые с пауками не знакомы, так и вовсе не впечатляются А потому что фильм сделан не для них, а для фанатов паука И фильм не работает в полную силу в отрыве от кинотеатра Просмотр «Человека-паука. Нет пути домой» — это небывалый кинотеатральный опыт Который лично я испытывал впервые Что-то отдаленно похожее было при просмотре седьмого эпизода «Звездных войн» Но это меркнет в сравнении с пауком Даже «Четвертых мстителей» не встречали с таким восторгом А авторы фильма рассчитывали на реакцию публики, делали ее частью фильма Взрывы хохота, различные комментарии, улилюканье, аплодисменты — это то, что делало просмотр фильма «Марвел» уникальным Фильм сближал аудиторию, делал незнакомых людей близкими друг к другу Заставлял восторгаться, заставлял биться сердца в унисон, заставлял грустить и радоваться Понимаете? Тех пауз было даже недостаточно В некоторых залах овации полностью заглушали диалоги Я давно не испытывал таких эмоций от похода в кино Мне больно, что я не могу сейчас сходить на Доктора Стрэнджа в компании таких же фанатов И хотя фансервис в этом фильме в разы слабее паучьего Но те, кто ходил на картину в кино, тоже заявляют об аплодисментах Но вернемся, однако, к Пауку От фильма «Человек-паук. Нет пути домой» трудно получить то самое удовольствие Тут уникальный опыт просмотра, будучи дома и без знания контекста Поскольку фильм не рассчитан на это Это один из лучших фильмов для фанатов и, главное, для кинотеатров Человек-паук подарил праздник и объединил людей разных поколений, разных стран Сделал невозможное, заставив фанатов разных версий Паука Прекратить споры на эту тему и вместе наслаждаться фильмом Это было незабываемо Девушки отдыхают Сделали Уважаем Уважаем АПЛОДИСМЕНТЫ Я надеюсь, что все когда-нибудь еще наладится, и мы еще сходим на блокбастер, неважно какой, чтобы просто беззаботно провести время, какой бы фильм не был хороший или плохой. Ну а перед вами именно тех, кто поддержал выход этого видео. Если вы тоже хотите поддержать столь сложные ролики, над которыми требуется много часов работы, то рассмотрите и вы возможность поддержать меня на Бусти. Ссылка на мой Бусти в описании. Огромное спасибо всем Бустерам в столь непростое время. С вами был Сокол. Пока. И берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok